Всем привет, друзья! Хочу выразить сразу большую благодарность за то, что проявили огромную активность на прошлом видео. Очень много лайков, очень много просмотров. Ребят, большое вам спасибо! Те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, будем продолжать в том же духе. Что ж, начнём третью часть. Поехали! Так, а где же поздравления с наступающим Новым Годом? А вот они, ребят. Хочу пожелать вам в следующем году просто везения и нереального. Хорошего настроения, не ругаться, чтобы в семье всегда был порядок, любви, счастья, добра, просто всего самого наилучшего. Спасибо вам, ребят, спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень много значит. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лукасы, просто это мотивация, ну, жёсткая мотивация для меня. Ну что ж, в принципе всё. Я знаю, что у вас всех всё будет хорошо в следующем году. Просто отличненько, ребят. Всем спасибо. Давайте начинаем третий ролик по фишечкам. Итак, начнём с самого простенького. С первого момента в игре. Ребят, посмотрел по лайкам самые популярные и в итоге понял, что некоторые ребята не знают, как биндить курьера. Ну, ребят, ну такое не знать, это глупо. Это не будет относиться к фишечкам. Ребят, просто по вашим комментам сделаю вот этот момент. Как же забиндить? Всё довольно-таки просто. Нажимаем Ctrl и просто выделяем в контроль единичка, троечка. Просто у меня курьер на троечку и круг силы на двоечку. То есть нажимаем Ctrl и клавишу 1, 2, 3. Разницы нет. От 1 до 9 можно, но не кнопку. Кнопку забиндить тут почему-то нельзя. Ну, это дота, это дота, ребят. Надеюсь, я ответил на вопрос. То, как это делать, я в принципе показал и рассказал. Первая фишечка у нас будет посвящаться Вижену. Видеокласса. Можешь рассказать про варды и всё, что с этим связано. Зачем они нужны, какой импакт вносит и так далее. И почему многие миндеры на хайпт ставят вард на свою горку? Ведь Вижен они очень дают, но они часто ставят её туда. Всё просто и понятно. Смотри. Варды такая вещь, которая помогает видеть всю карту. Ну, как всю карту? В определённой области ставится вот этот глазок, который помогает нам видеть передвижение противников, видеть хайграунды, логграунды. То есть я тут сейчас не видел, поставил вард и теперь я тут всё вижу. Следовательно. И передвижение врагов я также буду хорошо видеть в этой области. То есть если будет идти ганг, мы спокойно фармим на центре. Идёт ганг и мы это увидим просто спокойно. Касаемо варда на хг, здесь всё тоже довольно-таки просто. И это профитно ставить сюда, чтобы вард был защищён. То есть если придёт вражеский саппорт и захочет снять этот вард, мы просто постараемся не дать ему этот вард снять. Просто потому что мы к нему находимся близко. И мы далеко от тавра не уходим. То есть по тактике будет очень просто дефить этот вард нам. Если, допустим, саппорт придёт, поставят сюда центре, и ему будет тяжело с лоу-граунда разбивать этот вард. Потому что тут будут промахи. Промахи в 20 или 35... По-моему, 25-30% промахи с лоу-граунда на хайграунд. Вы иногда замечали, что персонажи промахиваются. Давайте мы сейчас... Ну вот видите, просто детки промахиваются. Вот просто преимущество того, что вот так вот вард стоит. Саппорту будет тяжело его разбивать. Хорошо. Рассмотрим другой вариант. Прописывается вот эта вещь. Все мы знаем, что ночью вижен по карте уменьшается у всех. То есть на варды это не распространяется. Видите, сейчас на дворе ночь. А мы видим вард, как смотрит. Вард в идеальном просто ауе просматривает всю зону. Насчет вижена ночью. Смотрите. Фурион. Сейчас, ну давайте немного, наверное, вот сюда в центр придем. Тут будет попроще объяснить, что такое ночь, что такое день. У фуриона обзор ночью хороший. Ну как хороший? Лучше, чем у остальных. У пуджа очень плохой обзор. Смотрите, если я пропишу другое время. Запомните, какой сейчас вижен был и какой сейчас. Вижена видно намного больше. То есть теперь, понимаете значимость варда ночью? Ночью вард это вообще просто что за вещь. Давайте пропишем еще раз. Смотрите. Оп, вижен ушел. А баланар все же днем отлично видит. Отлично видит днем. Ночью, наверное, но ночью, скорее всего, будет видеть намного лучше. Давайте это затестим. Да, ночью вижен у него повышается. Как видите, неплохо. Ночью у него очень хорошо повышается вижен. Нежели днем. Но днем чуть-чуть видит слабее. Прописываем 6.00. В 6 утра баланар перестает видеть так хорошо. Есть также и обратный персонаж баланару. Это котл. Котл с агонимом тоже примерно действует по такой же системе. Как и баланар с агонимом тока, это зависит от дня. Если же на дворе день, то котл видит хорошо. То есть видит через деревья, через текстуры, через вот это все. Но если же наступает ночь, Котла покидает эти силы и ночью он перестает видеть так хорошо, как днем. И как видите, ночью он видит очень плохо. Даже меньше, вообще меньше, очень плохо. Вообще, посмотрите, просто перед собой вообще ничего не видит. Но вижен все же днем у него поменьше, нежели как у баланара ночью. Ну вот это такой вот тоже момент. Тос Тинни и сеть Тролли снова сбивают крутилку Джаггеру. Давайте-ка проверим. Но ты не можешь двигаться, да? Да. Не, ну типа сетка, ну как бы ты кидаешь, но ты просто замираешь на месте, на месте не сбивается. Да, да, да. Хорошо, это первый момент, это мы проверили. Ну что ж, а касаемо Тоса Тинни, то да, действительно, крутилка Джаггера сбивается. Касаемо Дума, тут все просто. Дум сбивает крутилку. Глобалочка сбивает. Дэмэдж наносится, заметь. То есть глобалка сбивает, но дэмэдж наносится. Рефреш пиши. И работает ли магии типа на него? Ну работает стопроцентно. Давай крутись. Идет дэмэдж по мне. С крутилки. И магический урон ты так же получаешь. Но это логично, потому что крутилка только защищает от урона. Хорошо, это тоже проверили. Ага, на, сбивает. 85-й, 85-й сбивает, по-моему. Ну, он его подкидывает, но видишь, не сбивает. Но ты крутишься, и я продолжаю получать дэмэдж. Типа сбивает, но не сбивает. Дэмэдж все равно продолжает идти. Хорошо, с Джаггернаутом мы затестили. Что ж, ребят, с этого теста мы получили, что Тинни, Дум, Глобалка и Леон с ультимейтом могут сбивать Джаггеру первый. Окей, переходим к следующему вопросу. Берсерк и Рэйдж тролля сбивает спеллы во время переключения. Кидай, стань. Кидай. Давай еще раз. Рефрэш. Кидай, стань. Давай. Нет. Сейчас тайминг четко переключил, но не сбился. Раньше сбивала, помню. Видимо, пофиксили. Давай еще раз. Кидай, стань. Сейчас не успел. Давай еще раз. Ха-ха-ха-ха-ха. Как видите, это не работает. Но я помню, раньше были мувики, когда это работало, но сейчас же уже на дворе 2019 год, и эта фишка уже давно пофикшена. Окей, следующий вопрос у нас такой. Когда Дум с Аганимом ультует в Абадона, у него не работает ультимейт. ХЗ норма это или нет? А насчет Леорика поговорим позже. С Аганимом? Ну, с Аганимом, скорее всего, не будет работать. Просто сейчас посмотрим. По идее, ульт у тебя не должен сейчас сработать. Это просто по идее. Да, он не сработает. Это видно. Теперь, знаешь, что сделаем? Теперь я ультану в тебя без Аганима, и по идее, у тебя должен включиться ульт. Просто вот, ну вот, просто должен. А все здесь. Все, ультую в тебя. Без Аганима. Видишь, без Аганима включается. Ага. То есть, развеивается ульт Дума без Аганима. Закидываю тебе. Сливаю вообще. Дум, под Думом страдаешь. По идее, ты должен риснуться. У тебя же ульт вкачин, же все верно. Рисается. Второй раз там прятали. Второй нет, потому что он у тебя в КД. Чисто проверить, что все рабочее. Все работает. То есть, Дум, пофиг. Респаун есть, респаун. Это как Аегис. Форма сбивается, если кидаешь Дум в Дирге, на котором форма. Давай, пробуем. Врубай форму. Кидаю Дум. Не сбивает. Окей. Минус рефреш. Пиши, чтоб не сдохнуть. Хорошо. Окей, давай, юзай форму. Даю ульт. Да, сбивается с Аганимом. Проверили. Просто сбивается, зомби горит, формы нет. Все, зомбик умирает. Следующий же тест у нас такой. Атультеллины с Аганимом спасает второй Оракла. Норм. Ну, это как бы хз, ребят. Когда я это тестил, я очень сильно был удивлен. Даже я был шокирован. Смотрите, в общем. Второй на четверку. Говорят, что, типа, второй защищает от ульты Лины. Если даже БКБ не защищает, неужели второй может защитить? Как ты думаешь? Что, кидаю? Не знаю. Кидаю, да? Давай проверим. Дачки. Типа, стой, подожди. У тебя там 1100 хп было. Ну да. Ульт Лины наносит 950 чистого. Как тебя убило? Ну, я не знаю. Готов. Готов. 1300 хп. На Оракле. Типа. Блин, ну хз. 1300 хп. Окей, кидай второй. 1347. Да. Кидай второй. Ультует. Убивает! Чё? Что? Как это? Что? Как это работает? Почему ты умираешь? Я вообще сейчас не понял. Ракодия. Зачаровывает цель, делая её неспособной атаковать. Даёт 100% сопротивления к магии, но увеличит весь физический урон на 50%. Способность может быть применена на врагов и союзников. Это чё получается? Даёт 100% сопротивления к магии, но увеличит весь физический урон на 50%. То есть, получается, у Лины какой-то смешанный урон с ультимейта. В связи с этими новостями я решил затестить, а сколько же он вообще сносит тогда, получается, если он бустится. Ну и при этом в бонус я решил затестить, если я ещё накидаю Сикера первый спелл на Лину и, соответственно, на 6-ти слотового кентавра. Сейчас. Минус рефреш. Кидай. Во. 4 900 осталось. 4 900. Слушай, ну это, если честно, непонятно. Минус рефреш. Пиши рефрешкинту. Неправильно написал? Да, нормально. Нормально, захилился. Кидай второй Ораклу на него. 7 200 остается. 7 200 и 8 600. Ну я хз, как это работает, честно. Типа, второй Оракла бустит дэмэдж от Лины ульты. Окей, понял. Возьмём сведения. Так, юзану смоук на этих ребят. Ну, это фишка такая. Типа, говорят, смоук, типа, сейвит от ульты. Но это все знают. Это я даже спокойно в играх тещу. То есть, смотрите, один стоит здесь у нас, без смока. Ультуй. Дэмэдж нанёсся только ему. И просветилась эта территория. А следующая тема у нас... Ну, такая какая-то. На самом деле, когда я это тестил, что якобы... Контридж, не контридж. Ну, ничего не вышло с этого. Не знаю, Брос, чего ты взял. Но, ладно, включил это в этот выпуск. Окей. Ультуй. Всё, живой. Ничего нет. Ну, хз. Такое. Я понял. Окей, проверили. Второй спелл на Легионе сбивает ультаппарата. Ребят, ну, а этот же тест самый длинный. Не знаю, зайдет вам он или нет. Но мы сломали доту. Я не знаю, как это произошло. Но, в общем, смотрите, кому интересно. Проверяем? Даже саганим. Давай, давай. Закидываю. Второй. Сбил. Сбил. Просто изи. А теперь кину в Легиона. И щитом снимай. Понял? Да, я понял. Поехали. Нет, работает. Щитом не снимается. А вот вторым Легиона снимается. По идее, должен спать сейчас щит. Да, ну типа смотри. А, слушай, вообще не спадает. Ну типа дэмэдж, щит же впитывает дэмэдж. Ничего себе, он долго, значит, спитал. Ну да. Ну и эта херня снимает. А с себя, Бадон? Слышь? А с себя? Нет, он только закончился. А, смотри, а что, багнулась, походу. Я же тебя не кидал, смотри, у тебя висит. Оно пропало на секунду, а потом снова... Пропало, а потом появилось опять. А чем прикол? Подожди, ждем тогда, пусть щит спадет. Долго чё-то он работает. Смотри, Вилли. А дэмэдж не наносится. Дэмэдж не наносится, просто висит. Слушай, а если я тебе до порога хп доведу? А на, выйди. Иди сюда. Если тебя до порога хп доведу. То есть, когда у тебя... У тебя ульт не вкачен же? Вкачен. Вкачен, понял. Оно сейчас должно задебафиться тогда. Смотри, ульт багнулся, работает просто, висит. Но ты не умираешь. Просто эффект висит и статус, но ты не умираешь. Прикольно, да? Смотри, красиво, как можно бегать. Ну, типа, да, ну, типа, непонятно вообще. Попробуй легионам скинуть этот баг. А сейчас скинулся. Выхили я его. Слушай. Или рефреш напиши, что там проще. Что делать? Кидай второй на себя, Абаддоном. Снял. И опять появился. Да. Выйди. С туманной войны. Вообще не понимаю. Окей, сейчас пропадет и что будет висеть дальше так? Багается. Но у тебя все работает. Типа, все работает. Сейчас на Легионе уже пропадет, а на тебе до сих пор будет висеть. Типа, там сколько? 17 секунд. Ультимайт. Сори, висит еще. 17 секунд. Что за фигня? Смотри, он не спадает. Не на Легионе, не на тебе. Слышишь, что за брев? Сломали доту? На Легионе, кстати, долго висит реально. Ну, сломали по ходу доту. Сейчас попробуй, если я попробую Легиона слить до порога хп. Взорвется ли он с ультимейт? По идее, нет. Смотри, багается. О, слышь, что? Вообще не понял сейчас. Так, ну давай сейчас пульт, давай сделаем, чтобы ульт пропал. Я не понимаю просто. Что за бред? То есть, получается, бесконечный ульт на Легионе висит? Багается как-то. Левел 25, есть. Хорошо. Ультую, просто тупо сейчас ульта ну и все, и ничего не делаю. И мы ждем. Все. Наносится дэмэдж. А Легиону не наносится. Смотри, Легиону дэмэдж не наносится. Нанесся этот дэмэдж. Инициал дэмэдж нанесся на Легионе не наносится и все, и висит баг на нем. Это ж новый Легион. Да, ну. А что за фигня? Прикольное тело. Вообще не понимаю, что ты говоришь. А, а если ты теперь меня продамажишь? Ты меня, короче, смотри, продамажишь? Ну, давай просто дождемся, когда... Ну, рефреш напиши, чтобы Абадон не сдох. Когда у Абадона? Блять. Не пишет. Слушай, рефреш не работает, потому что хилиться нельзя под ультом аппарата. А это работает. Короче, смотри. Вот сейчас все, по идее, ульт должен был уже спасть. Да давно уже должен был спасть. Вот, просто терепей рукой. Больше не на ульт. Ты умрешь. Не кидай на ульт. Я не буду кидать на ульт. Вот я тебе первый накину, чтобы побыстрее. Вот, смотри. Ульта на тебе давно уже нет. Ну, типа, висит баф. Ой, чуть не убил. Смотри. Я не умираю. Ты не умер? А что тогда ты умер? А, типа, ласт хиты, типа, и типа эффект, что умираешь с ультимейта. Вообще не вкурил. Напиши рефреш на Абадоне. Вкачай ульт на Абадоне. Есть. Вкачал? Хорошо. Снимется ли ульт? Ультой Абадона. Да, снялся. Но еще как-то тут багнуло, что-то засветилось. Лоу. Ну, непонятно. А ну, рефреш бахай. Еще раз на этого кину. На легиона. Слышь, ну на него не вешается ульт, он хилится, регенится. Просто инициал демедж и все. Это точно новый легион? Не знаю, может мы того багнули? Это, вот это старый вышел. Тот мертвый. Это старый легион. Ну, типа, смотри, тут Абадон забаганный стоит у тебя под колодцем. Мы просто кинули ульты, ничего больше не делали. Ага, то есть все, он этот, он уже появился с такой, да, он появился с такой темой. И пока его не убьешь, типа, это будет работать. Что за бред? А, неплохой герой. Какие-то приколюши. Ну, вот ему реально только инициал демедж наносится и все, больше ничего не наносится. И ульт не висит на нем. Сейчас он умрет, ты второй не. Нет. Нет, он не умирает, видишь? А так. Так, что мы сделали, чтобы это... Короче, мы... Я легионом... А, Абадоном накинул чит на легиона. С этого все началось. Просто легион тебя похилил, а Абадон... Вот, давай сейчас еще раз. Смотри, у нас вот есть легион. Есть легион, Абадон у рефлешил. Без этой херни. Без этой херни, да? Ты кидаешь в него, я ему даю щит. Щит. Давай. Висит. Но висит именно статус. Да, и урон не наносится. И урон не наносится. Но сейчас у тебя закончится щит. Да. Все, он висит и урон не наносится. Он висит, урон не наносится и просто есть эффект. И он не пропадает даже после смерти. Прикольно. Типа такое. Но порога хп нету. Сейчас еще раз проверим порог хп. Сейчас, 205. Нет, порог хп есть, слышь, но он меньше. 205 хп я стычки не сношу. Короче, ульт багается, дает реген, но порог работает. Не ниже 12%, но там процентов 5, наверное. Как хп остаются. Так, а смотри. А где второй легион? Пиздец. Вот появился легион, но он без этой херни уже. А смотри, теперь, если, короче, давай так же сделаем. Ультуй в него. Я накину щит. А потом сможет ли он тот эффект убрать у себя? Килом ставить. Давай. А может быть сейчас попробовать во время щита? Попробуй. Снимает. Ну и то, что снимает, это понятно. И все, нету бага. Поставь рядом этого Абадона, у которого баг и этого легиона. Просто чекнуть. Окей. И на них ульт не повесился. Короче, я так понял, второй спейл Абадона ломает ульт аппарата с аганимом. В общем, такой вот, ребят, получился видеоролик. Не знаю, отвечал на ваши вопросы. Нашел несколько багов. Я не знаю, как это назвать. Просто сломали доту. И на этом все. Буду заканчивать. Ребят, кому зашло, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться. Мотивируйте меня на создание таких роликов. На такие тесты. Просто всем спасибо. С вами был Азес. Давайте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok